В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте в эфире новости. Я и мои коллеги в ближайшие 20 минут расскажем вам о главных событиях этого дня. В Заполярье запускается крупный проект по освоению Лаевожского и Войневистского месторождений. Накануне «Газпром» и «Лукойл» подписали соглашение о создании совместного предприятия в Ненинском округе. Голливудская волна, художественное плетение и роскошные локоны в Наринмаре выбрали лучшего парикмахера года. Кто стал победителем? Зима окончательно вступила в свои права. На смену ветрам и снегопадам придет значительное похолодание. Какую погоду ожидать в ближайшие дни? В Заполярье запускается крупный проект по освоению Лаевожского и Войневистского месторождений. Накануне «Газпром» и «Лукойл» подписали соглашение о создании совместного предприятия в Ненинском округе. Об этом сообщил глава региона Юрий Бездудный в своих соцсетях. Проект подразумевает освоение Лаевожского и Войневистского нефтегазоконденсатных месторождений. Общий объем инвестиций порядка 200 миллиардов рублей. Создание предприятия даст округу не только дополнительные доходы в региональный бюджет в виде налогов, но и более 1200 новых рабочих мест. И, как сказал Юрий Бездудный, в ходе рабочей встречи он отдельно обсудил с Алексеем Миллером и Вагитом Олег Первым вопрос регистрации предприятия на территории Ненинского округа. Проект будет реализоваться с соблюдением всех экологических требований и интересов жителей. За прошедшие сутки в Ненинском округе зарегистрировано два случая заболевания коронавирусом. Ковид диагностирован у иногородних жителей. Такие данные на утро 22 декабря приводит региональное управление Роспотребнадзора. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрированными случаями заболевания COVID-19 является 751 подтвержденный случай. По данным медицинских организаций, за истекшие сутки выздоровели 4 пациента. На сегодняшний день на лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 54 пациента, в том числе два бессимптомных носителя. Из них в стационаре получают лечение 18 человек. Находятся на амбулаторном лечении 36. В Ненецком округе продолжается кампания по заготовке мяса. На сегодняшний день заготовлено более 60% от планового объема оленины. Согласно отчетам оленеводческих хозяйств, на убой направлено порядка 24 тысяч голов. Произведено 725 тонн мяса. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации. Сейчас убой ведется в 8 хозяйствах региона. Это сельхозкооперативы «Ижимские оленеводы» компания, «Путь Ильича», «Харп», «Дружба народов», «Росвет Севера», «Индига», «Канин» и одно крестьярско-фермерское хозяйство. На этой неделе к заготовке оленины планируют приступить бригады Ненецкой агропромышленной компании и семейно-родовой общины «Нерута». Завершилась кампания в СПК «Красный Октябрь» и Кабхоз «Ерф». В убойную кампанию хозяйство всех форм собственности планируют направить на убой около 38 600 голов оленей и произвести 1181 тонну мяса оленины из субпродуктов первой категории. Заявление на новогоднюю детскую выплату можно подать до 1 апреля. Документы принимаются в отделении пенсионного фонда и на портале госуслуг. Напомню, единовременную помощь 5000 рублей получат семьи с детьми, рожденными с 18 декабря 2012 года по 31 марта 2021 года. Об этом на пресс-конференции 17 декабря объявил Владимир Путин. Выплата не облагается налогом и не влияет на назначение других мер социальной поддержки. Как сообщает информационное агентство НАУ-24 со ссылкой на отделение пенсионного фонда по Архангельской области и Ненинскому округу, большинству родителей выплату начислят автоматически. Тем, кто получал летние коронавирусные пособия на детей от 3 до 16 лет, не нужно повторно подавать документы. Если же ребенок родился после 1 июля 2020 года, семья не получила летние выплаты, или данные расчетного счета, указанные ранее, были изменены, необходимо обратиться в отделение пенсионного фонда для подачи заявления. Из документов понадобится паспорт одного из родителей, свидетельство о рождении ребенка и реквизиты лицевого счета. Кроме того, подать заявление можно на портале госуслуг. Голливудская волна, художественное плетение и роскошные локоны. В Наринмаре выбрали лучшего парикмахера года. Конкурс состоялся 21 декабря в формате онлайн-конференции на платформе ЗОМ. Организатором выступила администрация города. Конкурсантам предстояло не только сделать женскую прическу, но и создать неповторимый образ модели. Справились ли участники с задачей, знает Любовь Пермякова. На часах около 10 утра идут последние приготовления. Парикмахер Наталья Воложина готовится к старту конкурса. В этом году из-за ограничительных мер оценивать красоту прически жюри будет по видеосвязи. Старт дан и в руках мастера рождаются художественные сюжеты. Сначала закрепляется ленточка, потом делается перекрут на прядочки и подтягивается бусинка. И в зависимости от рисунка, там используется уже разное количество бусин и под разными направлениями. Такую сложную композицию для волос с использованием ленточки и бусин Наталья придумала сама. Тренировалась несколько дней на своих знакомых. Процесс трудоемкий, требует мышечной памяти, как игра на фортепиано. Кроме правильного плетения, нужно еще настроиться на нужную волну. В данном случае – голливудскую. Самую женственную и роскошную кладку прошлого столетия. С помощью такой прически, которая пришла к нам из 20-х годов, легко можно добиться винтажного образа. Главное не прическа, а чтобы был гармоничный образ в целом. Действительно, несмотря на то, что внимание сфокусировано на волосах, также конкурсной комиссии оценивался костюм, макияж и аксессуары, которые должны были соответствовать выбранному образу. Об этом рассказали организаторы конкурса управления экономического и инвестиционного развития администрации Наринмара. Каждый, конечно, предприниматель проявил себя очень интересным. Участник конкурса. Были представлены полные образы самой модели. Все были очень красивых и интересных. Просто великолепно все было очень. Было подано у нас пять заявок участников. И определено было три места, за которые получат предприниматели пошрение гранты в форме субсидий. За первое место у нас получат грант 100 тысяч, второе – 70, третье – 50 тысяч. Кроме создания вечерней собранной прически, участникам предстояло пройти теоретическое задание – тест из 10 вопросов по парикмахерскому искусству. На прохождение теста было выделено 15 минут. На прическу – всего полтора часа. В итоге лучшими стали трое мастеров. Золото завоевала Раиса Машкова. Второе место досталось Екатерине Юфиревой. Бронза – Наталье Воложины. Выигранные средства предприниматели могут направить на развитие собственного дела, а именно на приобретение необходимых материалов и повышение квалификации. Наградят мастеров дипломами в торжественной обстановке 25 декабря. Любовь Перемякова, Антон Водряков, Телеканал «Север». В Наринмаре подвели итоги волонтерской деятельности за 2020 год. Награды лучшим добровольцам вручили в ходе еженедельного слета. Мероприятие прошло в ДК «Арктика» с соблюдением санитарно-эпидемических требований Роспотребнадзора. С приветственным словом к волонтерам обратилась вице-губернатор Наталья Сидорова. Она вручила благодарственные письма. 2020 год выдался достаточно таким непростым, тяжелым годом. Но вы знаете, именно, наверное, в эти моменты понимаешь, насколько важна и нужна ваша помощь и ваша поддержка. Притом очень часто она заключается не только в том, чтобы принести продукты, лекарства, вынести мусор. Иногда она заключается и просто в добром слове и вашей улыбке. Кроме того, волонтеры получили благодарности окружного собрания депутатов. Их вручил председатель законодательного органа Александр Лутовинов. Когда в собрании депутатов мы, скажем так, эту проблему, которая связана с волонтерским движением, обсуждали все вместе, то порой говорили, а сколько волонтеров, а что они реально делают. И вот сегодня мы можем в полной мере ответить на эти вопросы. Вот когда пришла нужда и, скажем так, и беда даже, которая связана с коронавирусной ситуацией, то мы можем констатировать, что у нас есть хорошие, молодые люди. Добавлю, на сегодняшний день на территории Ненинского округа осуществляют добровольческую деятельность около 40 волонтерских организаций и объединений. Это более тысячи человек. Они принимают участие в экологических акциях, работают с пожилыми людьми и детьми, помогают животным, проводят информационные мероприятия и благотворительные акции. В последнюю декаду декабря зима в Ненинском округе окончательно вступила в свои права. На смену небольшим метелям и снегобадам придет значительное похолодание. О том, какую погоду ожидать в ближайшие дни, расскажет Александра Люткова. Небольшие снегопады с ветром и легкий мороз. Такая погода держалась на территории Ненинского округа с начала ноября. И, как говорят метеорологи, это является небольшим отклонением от нормы. Декабрь в этом году также удивил среднесуточными температурами. Начало декабря, первая декада декабря, она была значительно теплее, чем должна была бы быть по средним многолетним данным. Потом вторая, получается, декада декабря у нас была близка к средним нагретним температурам. И сейчас у нас именно аномальное отклонение в сторону холодных температур. И в целом у нас получается, что весь декабрь у нас вошел в норму. Ну, может быть, он будет немного холоднее, чем... За пределами нормы и высота снежного покрова. На конец декабря отметка в два раза ниже, чем за предыдущие три года. И кого-то из северян мягкая зима вполне устраивала. Тем, большинство все же ждали настоящей заполярной зимы с морозами. Да, морозы – это более такая благоприятная погода, вот лично для меня. Ну, безветренная, конечно. Я жду. Ну, конечно, очень ждали это все рыбаки, да, кто на речке, с речкой связан. Они, конечно, ждали морозов. И они наступили. Ура! Мне нравится спокойная, холодная погода, градусов 20-25. Я люблю на январь. Мне нравится, когда холодно, когда снег, когда зима, когда дети радуются, ходят на горку, катаются. Здорово! Крепкие морозы, когда столбики термометров опустятся до 34 градусов, продержатся несколько дней. Затем вновь ожидается относительно теплая погода со снегом и усилением ветра. Температурный фон будет в пределах от минус 20 до минус 34 градусов днем и ночью. Ветра будут преимущественно в восточных направлениях, не сильные, то есть 4-5 метров в секунду. Начиная уже с 26-27, ближе к концу недели, у нас температура повысится, она будет составлять минус 17 градусов. У нас будут осадки в виде снега и ветер усилится до 11 метров в секунду. В свою очередь спасатели напоминают о том, что в сильные морозы и ветер лучше воздержаться от дальних поездок. В связи с холодной погодой, Главное управление по Нейнскому автономному округу рекомендует сократить время в нахождении на открытом воздухе, не выходить без особой необходимости на улицу и ограничить прогулки детей. Одеваться многослойно и в натуральные ткани, прятаться от ветра. Во время протапливания печей не допускать их перекала. Для обогрева помещений используйте только исправные бытовые электропереборы и не перегружайте электрическую сеть. При понижении температуры воздуха до минус 30 градусов занятия в начальных классах отменяются. Для учащихся среднего звена вынужденный выходной устроят, когда столбики термометров опустятся до минус 35. В 9 и 11 классах школ и учреждениях среднего профессионального образования при минус 40 градусах. Информацию об отмене уроков родители могут уточнить у классных руководителей, либо посмотреть в сообществе Ненецкий автономный округ в социальных сетях. Также эту информацию предоставляет Ненецкая телерадиоощательная компания в эфире Радио Север-ФМ. Александр Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Массовым катанием быть. Единственный в Наринмаре каток на свежем воздухе начал свою работу. В текущем сезоне его открытие задержалось из-за теплой первой половины зимы. Екатерина Дементьева расскажет подробнее. Начищенные и наточенные после долгого перерыва коньки передают в руки первым в этом сезоне посетителям. На ледовую арену детско-юношеского центра «Лидер» выезжают самые преданные любители спорта на льду. Открытие сезона они ждали давно, но капризная погода не позволяла подготовить лед для массовых катаний. Очень сильно ждали, ну не знаю, просто как-то привязываюсь к нему. Люблю кататься на коньках. Да, вместе уже давно хотели сходить. Еще с начала декабря ждали, пока что откроется. Конечно ждали. Да, ждали, очень ждали. Очень рада. Счастливы. Был всплеск впечатлений, что наконец-то за этот долгий год мы пришли сюда. И начнем восстанавливать свои прежние способности катания на коньках. Прокатиться с ветерком на коньках можно каждую среду, четверг и пятницу с 17 до 21. И выходные с 15 до 21. Что же касается праздничных дней, то массовые катания пройдут 3, 5 и 6 января с 15 до 21. Температурный режим, конечно, вносит свои коррективы. У нас, допустим, если там минус 25 или 23 с большим ветром, как правило, мы стадион закрываем. Потому что эти актированные дни считаются, потому что может быть обморожение. А так, в принципе, будем соблюдать все расписание. В связи с пандемией коронавирусной инфекции для взрослых вход в вестибюль и нахождение в раздевалках строго в масках. А для детей ограничений нет. Сотрудники стадиона также просят не создавать массового скопления людей в помещении. Екатерина Дементьева, Владислав Носкин, телеканал «Север». Подарить сказку детям. В преддверии Нового года предприятие «Башнефть в полюс», входящее в структуру Роснефти, организовало для воспитанников Центра содействия семейному устройству «Наш дом» настоящий праздник в батутном центре города. Довольными остались все и малыши, и ребята постарше. Три, четыре. Ребята отправляются в новогоднее путешествие. Им необходимо выполнить несколько заданий, чтобы встретиться с главным волшебником любимого детьми праздника – Дедом Морозом. Чтобы надулся мой волшебный шарик, вы должны станцевать. Зазывала клоун Тик-Так, говорит, что дети с радостью участвуют во всех конкурсах. А главная награда за его труд – искренние улыбки и громкий смех детей. Я так рада ребятам. Ребята все активные, позитивные, настроение у всех классное. Мероприятие прошло очень весело, ребята дружные, конкурсы были веселые и задорные. Когда все испытания позади, появляется всеми любимый волшебник – Дед Мороз. Конечно, не с пустыми руками. Малышам вручают сладкие подарки. Но что еще детям нужно для счастья? Мы встречали Новый год. Тебе понравилось? Да. А что тебе больше всего понравилось сегодня? На батутах прыгать и скакалку. Ну вот с вами этот клоун и Дед Мороз еще играли, да? Вот расскажи, какие игры больше всего запомнились? Мне скакалка, руки, замораживание. Замечательные ребята были. Очень-очень хорошие, очень отзывчивые, веселые, активные, самые-самые лучшие, как всегда. Тебе понравился сегодняшний праздник? Да. А что тебе больше всего понравилось? На батутах. Что еще? Что было интересного? Ну, тут еще прокатиться. Еще на горке на вот этой. И вот это еще, которое на канате. А что тебе такое подарили? Мне подарили там мяски, шоколадки, леденцы. Устроить новогодний праздник в батутном центре – идея участников волонтерского движения «Добрые сердца» Башнефть-Полюса. Постоянные друзья детского дома всегда стараются угодить своим маленьким подшефным. Ребята сидели на карантине две недели, и нам показалось, что им как раз сейчас не хватает движения. Поэтому мы решили, что это будет в форме, ну, наш подарок будет в форме проведения свободного времени в батутном центре, где они могут подвигаться, где могут попрыгать, где может поздравить Дед Мороз. Вот сегодня у нас есть склон очень замечательный. Ну и, конечно, это будет чаепитие небольшое и небольшие сладкие подарки. Кстати, шефство над воспитанниками детского дома «Башнефть-Полюс» взяли в первый же год работы в регионе. За это время удалось реализовать несколько успешных благотворительных проектов. Так, в детское учреждение были закуплены автобусы, а в здании, где проживают ребята, провели дизайнерский ремонт. Осенью этого года нефтяники помогли благоустроить дворовую территорию учреждения, чтобы детям здесь было комфортно. Алина Ваучейская, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды.